Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Канал у меня исторический, канал у меня мужской. Много путешествую по всяким заброшенным местам. Ножи у меня на канале достаточно часто бывают. Собственно, сегодня у меня обзор вот такого ножа. Мне подарили ножик, наконец-таки. Сегодня о нем вам расскажу, покажу вместе. Распакуем, посмотрим, что же это такое. Сразу хочу сказать, что я не специалист в ножах. Я в этом практически ничего не понимаю. Ну как, не понимаю. Пользуюсь каждый день в течение многих лет. Но не разбираюсь в марках стали. Главное, чтобы нож был хороший. Ну, чтобы вы понимали, насколько мне сейчас нужен нож и что я им делаю. Сейчас в основном пользуюсь таким швейцарцем. Он у меня всегда с собой. Вожу в походы. Вполне достаточно для того, чтобы развести костерок, порезать колбаску, открыть консерву, подрезать ногти. Но, знаете, часто, часто такое бывает, что у меня у друзей, у всех уже есть такие фиксированные большие. Ну, не такие, а просто фиксированные большие ножи. И я тоже задумывался о том, чтобы купить себе что-то подобное, что-то большое. Вот. И так случилось, что мне сегодня подарили ножик. Вот так он называется. ПП Гизляр. Соответственно, Made in Russia. Нож называется F1. Нож позиционируется как туристический нож. И давайте посмотрим, что у него здесь внутри интересно. Сначала бумажечка. Да, мы до ножа не скоро дойдем, вы понимаете. Гизляр гарантийный талон. Модель, дата продажи, подписи. Там здесь ничего нет. Нож подарочный. Так, здесь гарантия. Опа! Гизляр предоставляет пожизненную гарантию. Короче, друзья, это пожизненная гарантия на нож. Ну и самое главное, самое главное в этой бумажке, это вот это не является оружием. ОТК, собственно, от 31.07.2020. Вот. Вот эту штуку желательно возить с собой. Толстенная кожа, друзья, реально толстенная кожа. Ножны прям мощнейшие. Немножко. А ножны классные, очень толстые, мощные. Что мне не нравится, так это вот эта штука, темляк, да, которая вешается на ремень. Лучше, конечно, у современных ножей, когда можно вешать, снимать, снимать, вешать. А для того, чтобы снять этот нож с ремня, это нужно будет расстегивать ремень, вытаскивать. В общем, ну такая, достаточно архаичная, устаревшая конструкция. Но в походе, я думаю, прикольно. В общем, вот такие ножны. Откладываем их в стороночку и переходим, собственно, к самому клинку, к самому ножику. Вот такое. Вот так он выглядит. В принципе, красивый. Мне нравится. Мне нравится. Здесь, опять же, Кизляр, ПП Кизляр, общество с ограниченной ответственностью, производственное предприятие Кизляр. И такой логотипчик. Немножко поговорим о характеристиках данного ножа. Сталь АУС-8. Вроде бы как хорошая сталь. Я, опять же, повторюсь, я не специалист, но судя по обзорам всяких нажиманов, АУС-8 достаточно часто звучит. Во всяком случае, я слышал о такой стале, значит, вещь нормальная. Как минимум, твердость 55-57 единиц по роквеллу. Тоже достаточно тверда. Это не ржавейка. Ну, понятное дело, да, не какое-нибудь высокоуглеродистое, которое черное потом станет. Здесь вот это. Это, кстати, какое-то нанесение. Это не травление. Это вот на ощупь так ощущается. Мне кажется, это сотрется достаточно быстро. Длина ножа 268 миллиметров. Длина клинка 145 миллиметров. Здесь вот, что касается длины, да, размеров, в принципе, оптимально. Достаточно большой нож, именно вот как туристический прикольно. Единственное, что меня сильно смущает, это ширина лезвия 2,4 миллиметра. На мой взгляд, тонковато. На мой взгляд, тонковато. Я бы все-таки, если покупал бы себе ножик фиксированный, да, если бы мне не подарили, я бы взял что-то потолще. Ну, вот посмотрите. Он примерно, примерно такой же толщины, как вот этот швейцарец. Да, есть швейцарцы. У меня есть швейцарцы, которые потолще этого будут. Ну, такое, ну, совсем. Ну, хос быт. Да, прям совсем коник. По факту, по факту, это, конечно, кухонный нож. Какой-то супер страшной, сложной работы им делать проблематично. Может и сломаться, на мой взгляд. Вот. Вогнутая заточка. Не знаю, видно вам или нет. Кстати, ну, достаточно острый он сейчас. Но я бы все-таки его подправил на камешках. Вот. И опять же, вот видите, заводская заточка. И не зашлифована вот эта вот режущая кромка. Я бы, во-первых, подправил на камне. Ну, а во-вторых, все-таки ее тоже заполировал. Потому что вот даже на ощупь ощущается, как что-то не очень прикольное. Вот. Что еще по ножу? Мне не нравится вот эта штука. Да, это не серрейтор. Я читал на сайте, написано, что это пила. Чего ей пилить? Ну, серьезно. Ну, вот что ей можно выпить? Это просто какие-то корявые зубцы. Не острые совершенно. Но опять же, да, когда мы что-то режем, удобно, когда вот так вот, да, раз-раз построгали. Да, или что-то такое мы делаем вот здесь. Какую-то тонкую работу. Естественно, вот так ты не поставишь. Соответственно, поставить вот так. Соответственно, руку тогда ставим еще дальше. И получается, что, а вещь, которую мы строгаем, она, допустим, у нас находится вот здесь. Контроля меньше. Когда палец большой над, собственно, объектом приложения усилий, тогда получается больше контроля. А так вот, вот так только. То есть, ну, я бы, конечно, вот это убрал. Это, наверное, прикольно. Придает ножу такой агрессивный, мощный вид. Но функционала никакого я бы записал вот это в минусы ножа. Так, что по рукоятке? Здесь нержавейка. Здесь дерево. В принципе, в руке сидит прикольность. В руке сидит, на самом деле, как какой-то кухонный нож. Вот по-честному, вот ручка прям 100% кухонного ножа. В принципе, в перспективе я думаю, что можно будет поменять накладки. Если я найду какой-нибудь рог прикольный, то вполне можно. Форма достаточно простая. Поставить сюда рог или кость. Откручиваешь, меняешь, ставишь. Такой будет у меня кастомный нож. Ну и совсем немножко тестов давайте проведем. Сначала посмотрим заводскую заточку. О-хо! Прикольно! Смотрите, как классно! Мне нравится. Почему-то, когда я его вытащил из ножен и посмотрел вот на эту неотшлифованную режущую кромку, мне показалось, что он резать совсем не будет. Он прям... А? Сглазит. Вот, классно. Бумагу режет классно. На самом деле, это ни о чем не говорит. По факту, все эти тесты по бумаге, это ерунда полная. Помидорчик. Я не прикладываю вообще никаких усилий сейчас, друзья. Смотрите. Своим весом. Итак, я видел такой тест, да, когда просто клали нож и таскали туда-обратно. Будет резать он своим весом или нет. Вот, смотрите. Своим весом, друзья. Он режет помидор. Прикольно. Прикольно. Мне нравится. Это интересно. Вот такой. В общем, друзья, вот такой у меня сегодня обзорчик получился. Подарили мне ножик. Классные ножны. Прям заходит очень плохо. Вот так он выглядит в ножнах. Прикольный, мощный. Выглядит так. Хоба! Опа! Вот. Хоба! А тут кухонный ножик. По факту, да, друзья, это кухонный нож. Вот. Это был канал, друзья, Миклуха Макфлай. Можете поддержать меня лайком. Порадоваться вместе со мной, что вот у меня теперь есть такая штука. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пока-пока. Порадоваться вместе со мной. Пока-пока. Продолжение следует...